Электрички вместо пробок. По предложению губернатора, РЖД изменит график поездов в сторону морских курортов. 48 тысяч человек, 7 тысяч машин. И это за сутки. На российско-авхазской границе горячая пора. Детские сады будут работать по федеральным стандартам, как и школы. Нюансы новых в ГОСОВ обсудили в Адлере. Грудные протезы теперь установят и в Сочи. Технологии и оборудование показали в главе города во время визита в онкодиспансер. Владимир Путин объединил Крымские и Южный федеральные округа. Сегодня президент подписал соответствующий указ. Теперь в объединенный Южный федеральный округ входят 8 субъектов России. Республики Адыгея, Калмыкия, Крым, также Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край и Севастополь. Полномочным представителем президента в объединенном Южном федеральном округе будет Владимир Устинов. Сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал это в своем блоге в Твиттер. Крым еще больше наш, чем раньше. Республика теперь в составе ЮФО. Добро пожаловать, соседи. Мудрое решение президента. Наконец, весь юг страны сможет развиваться комплексно. Не время жить самим по себе. Раньше с Аксеновым в основном по Керченскому мосту общались. Теперь будем обсуждать и курорты, и экономику. Впереди много работы. Электрички вместо пробок. По предложению губернатора Кубани, РЖД изменит график движения электропоездов в сторону морских курортов. Расписание скорректируется с учетом туристического потока в летний сезон. Планируется, что до конца сентября количество вагонов в пригородных поездах увеличит до 10. По мнению Вениамина Кондратьева, у жителей и гостей Краснодарского края должен быть удобный альтернативный вариант, как добираться на Черноморское и Азовское побережья, минуя пробки на дорогах. В региональном Минтрансе заявили, такое решение поможет оптимизировать пассажиропоток. Сферы здравоохранения и образования в Краснодарском крае получат дополнительное финансирование. Изменения в бюджет накануне обсудили на последней перед каникулами сессии Законодательного собрания края. Подробности у наших краснодарских коллег. На перерыв между сессиями депутаты Заксобрания уходят с хорошим настроением. То, что своей работой довольны, видно по лицам кубанских законодателей перед началом заседания. Политический сезон для парламентарьев действительно оказался успешным. На федеральном уровне удалось, что называется, продавить не одну региональную инициативу. 13 инициатив, которые были уже в работе, сейчас находятся, прошли Государственную думу и с ними работает Совет Федерации. Поэтому, естественно, это увеличение по памяти на два законопроекта больше, чем предыдущий год. На год текущий, во время 52-й сессии ЗСК, депутаты одобрили изменения в краевой бюджет. Дополнительные деньги направят в сферы здравоохранения и образования. Увеличат финансирование и на содержание региональных автодорог. Увеличение происходит на 1,681,4 миллиона рублей. Из указанного увеличения 1,244 миллиона рублей пойдут на региональные межмуниципальные дороги и 436,7 миллиона рублей оказана будет помощь муниципальным образованиям в ремонте автодорог общего пользования местного значения. Пересматривать бюджет в этом году приходилось почти на ходу. Изменения диктовал кризис, который заставлял под него подстраиваться. Сбалансированность доходов и расходов краевой казны удалось достичь совместной работой исполнительной и законодательной власти, подчеркивает Вениамин Кондратьев. Итоги парламентского года он подводит вместе с депутатами. Сегодня можно говорить о результатах, но только самый оголтелый крикун может требовать каких-либо результатов от нашей совместной деятельности за год. Но тем не менее, самый главный результат – это экономическая стабильность и социальная стабильность в нашем крае. Чтобы был результат еще лучше, нужна очень сильная, мощная экономическая база. И в бюджетных фондах, и в небюджетные фонды тоже должны как-то пополняться. Мы сбалансировали расходы с доходами. Многие хотелки убрали, амбициозные проекты убрали, которые на жизнь особо не влияют. Жизнь обычного человека, селянина, горожанина мы ввели на первый план. И вот на это мы денег не пожалели. Здесь ни одной программы мы не сократили. Ни в социальной, ни в здравоохранении, ни в образовании. Приоритеты просто расставили по-другому. Результат и то, что в этом году, в кризис, когда региональные бюджеты сужаются, Краснодарскому краю удалось сдержать рост государственного долга. К концу года он составит 145 миллиардов рублей. В идеале, конечно, совсем отказаться от дотации, но для этого кубанская экономика должна быть максимально устойчива к внешним факторам. Необходимо развивать малый и средний бизнес. На их поддержку выделят 378 миллионов рублей. Продолжится и реализация технопарков, площадок, объединяющих в одном месте несколько производств, в том числе инновационных. Не просто принималось решение по технопаркам, потому что как приживутся, как пойдут, но это тоже новый этап в развитии экономики, и на это нужно идти. И, в общем-то, работа эта продолжается. Один из самых серьезных прорывов краевых властей в этом году – предоставление земли фермерам без торгов. Эту инициативу глава региона без преувеличения пробивал на федеральном уровне. По словам Вениамина Кондратьева, изменения в земельном кодексе должны появиться в декабре. И это еще один весомый аргумент, чтобы импортозаместиться в сельском хозяйстве, что весьма актуально для кубанских фермеров на фоне потепления отношений между Россией и Турцией. Мы эту поддержку им оказали, а дальше спрос с них. Вот тогда не было Турции. И вся возможность для того, чтобы развиться и зайти на наш внутренний рынок, у них была. И закрепиться на нем. Когда Турция сегодня открылась, и это, в принципе, с точки зрения политической ситуации, это победа сегодня нашей российской дипломатии, победа нашего президента, это вот они должны доказать, что сегодня они уже на рынке. Хазиева на нашем внутреннем аграрном рынке. Но я считаю, что в прошлом году, когда все решения по господдержке, еще раз подчеркиваю, беспрецедентные принимались, они принимались вовремя. Внести изменения в федеральное законодательство региональные власти попытаются и в туристической отрасли. Проблема мини-гостиниц, которые маскируются под частные дома и никем не контролируются, назрела давно. Особенно остро вопрос стоит для курортного Краснодарского края. Частный сектор нужно уже выводить из тени. Мы об этом говорим, и поверьте, не один год, и, наверное, не один десяток лет. Я уверен, что если мы будем последовательными и грамотно доказывающими эту необходимость, то на федеральном уровне мы все-таки получим закон о статусе гостевых домов и мини-гостиниц. У нас сегодня отдыхающих так много на побережье, что не то, что лечь, присесть невозможно, а налоговлагаемая база не совсем как по этим отдыхающим растет. Вот в чем парадокс. Мы не против, чтобы зарабатывали. Частный бизнес пусть зарабатывает, и мини-гостиницы, и вестевые дома. Ну, коллеги, как и положено, платите налоги и спите спокойно. Сегодня содержание пляжей, инфраструктуры, все находится на краевом муниципальном бюджете. А выхлопа-то, по большому счету, говоря по-русски, никакого. Несмотря на то, что для кого-то подобные решения могут оказаться непопулярными, обращать на это внимание и в администрации, и в парламенте не намерены. Многие проблемы, которые где-то уже и поросли мхом, конечно, нужно проявлять волю. И характер. Где-то забыть про пиар, чтобы мы достигли вот того самого результата, о котором я говорю. И я здесь еще раз хочу вам сказать спасибо вот за волю и за характер в принятии решений и за последовательность, с которой мы к этим решениям шли. Отстаивание интересов региона на федеральном уровне продолжится в сентябре после выборов в Государственную Думу. И в новом составе Кубань намерена усилить свои позиции. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар. На сессии ЗСК Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с главой Динского района. Накануне на Сергея Желенко завели уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Это моя позиция. Неприкасаемых быть не может. Вот должна быть оценка. В этой ситуации прокуратура, к которой он обратился, тоже даст объективную оценку. Сергей Викторович всегда руководствовался интересами только района, интересами жителей района. По крайней мере, надеюсь, что никакого криминала или состава преступлений в его действиях нет. Я еще раз подчеркиваю, это компетенция правоохранительных органов, в том числе прокуратуры, которая сегодня будет давать оценку о законности возбуждения уголовного дела. В свою очередь, Сергей Желенко рассказал журналистам, что подал жалобу на возбуждение против него уголовного дела. Неприятная ситуация. Я об этой ситуации, об уголовном деле доложил губернатору Краснодарского края Вениаминовичу Кондратьеву. Буквально я вчера познакомился с уголовным делом и вместе со своим адвокатом. Согласно статье 123 Уголовно-процессуального кодекса, написал жалобу на имя прокурора Краснодарского края. Считаю, что прокуратура Краснодарского края разберется в моих правых действиях по данному вопросу. Я считаю, что за эти 8 лет, которые я работаю в Денском районе, мы очень много сделали. И все делали для того, чтобы Денской район процветал и жители Денского района жили с каждым годом лучше. Добавлю, что главой Денского района Сергей Желенко был избранным в 2007 году. Сегодня он продолжает исполнять свои обязанности на посту руководителя муниципалитета. В июле ежесуточно российско-абхазскую границу пересекают до 48 тысяч людей и более 7 тысяч единиц транспорта на пункте пропуска. Сейчас горячая пора, тем не менее. На проверку каждого человека у сотрудников пограничной службы уходит не более трех минут. В этом убедилась наш корреспондент Татьяна Говоркова. Летний сезон для сотрудников пропускного пункта Адлер всегда тяжелый. Нагрузки возрастают как минимум в два раза. И для обеспечения благоприятных условий людям, пересекающим границу, за последние два года были созданы дополнительные полосы для машин. Сейчас их 23. В пиковые часы, а это с 7 до 11 и с 18 до полуночи, для прохождения осмотра легковым автомобилем открытые полосы для грузового транспорта. Наибольшая концентрация пассажиропотока приходится на время пребывания экскурсионных автобусов. В период массового выезда экскурсионных автобусов в Республику Абхазия мы автобусы направляем реверсным порядком по двум полосам. Людей проводим через въездной и выездной залы полностью на выезд из Российской Федерации. Скопление людей на пункте пропуска возникает и по причине незнания некоторыми гражданами правил прохождения границы. Предъявляют просроченные документы, имеют долги или пытаются провести несовершеннолетних детей без нотариально заверенных согласий родителей. Проектная пропускная способность МАП Адлер предусматривает пропуск до 28 тысяч человек в сутки, но по факту и проходит гораздо большее количество человек. Так только за полгода российско-кавказскую границу пересекли свыше 3,5 миллионов человек. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Только с начала июля пропускной пункт ежесуточно проходит больше 40 тысяч людей. В пешеходном терминале обустроены по 14 кабин паспортного контроля на два направления. В некоторых работают по два контролера. Процедура перехода через границу займет до трех минут. Кстати, сейчас ведется установка еще ряда кабин паспортного контроля. Они заработают в августе. Кроме того, на автомобильном пункте уже произведено оборудование навесов, накопителей и санузлов. Планируется обустроить еще несколько площадок и установить автоматы с напитками. Алиса Межирицкая приехала из Донецкой Народной Республики на своем автомобиле. Последний раз в Абхазию ездила еще в 80-х, когда границы не было. Говорит, по сравнению с границей Успенка, в Мападлере просто шикарные условия. На Успенке, конечно, там аншлаг-аншлаг. Поэтому здесь сказка по сравнению с Успенкой нашей. Но это пока у нас нет аэропорта и ЖД, поэтому мы все туда. А вот альтернатива для пересечения российско-абхазской границы есть. Ежесуточно железная дорога снимает поток в более 3,5 тысяч человек. Это поезда дальнего следования и электричка Адлер-Гагры. Сейчас курсирует два состава, но планируется увеличение. По информации Краевого МЧС, в Сочи до конца недели ожидается высокая пожароопасность. Спасатели просят сочинцев и гостей курорта принять все меры предосторожности, а в случае происшествий звонить с мобильных телефонов 010. И продолжаем. Стали известны подробности аварии, унесшей накануне жизнь мотоциклиста. ДТП произошло на улице 20-й горно-стрелковой дивизии. О столкновении автомобиля Тойота и двух мотоциклов мы сообщали в предыдущих выпусках. Сейчас же стало известно, что по предварительным данным водитель Тойоты при развороте не занял крайнее левое положение в нарушении линии разметки. Поэтому и столкнулся с мотоциклами Хонда и Кавасаки, двигавшимися в попутном направлении. Водитель мотоцикла Хонда, 37-летний сочинец, погиб на месте. Водитель Кавасаки с тяжелыми травмами госпитализирован. Налоги должны платить все. В связи с этим по поручению правительства во всех регионах страны сегодня проводится активная работа по снижению неформальной занятости. В Сочи межведомственная комиссия уже проводит проверки. С понедельника 10 федеральных инспекторов работают в городе. К ним подключились службы Краевой налоговой инспекции, Министерство труда и социального развития. План работы обсудили на совещании в администрации города. Принимая сотрудника на работу, предприниматель обязан заключить с ним трудовой договор и платить за него налоги. Если этого не сделают, то в бюджете города и края возникнет дефицит, а от этого может пострадать весь социальный сектор. Место в детском саду государства обходится в 125 тысяч рублей на человека в год. Место в школе на ребеночка государства обходится в 150 тысяч рублей на человека в год. И, соответственно, за незастрахованное население по Краснодарскому краю бюджет края платит 3 миллиарда рублей. Вычленить здесь 500 тысяч нашего населения – это колоссальные деньги, которые уходят из бюджета благодаря недобросовестным работодателям, которые не платят налоги, не оформляют людей на работу. Уходя от налогов, бизнесмен фактически подрывает экономику края и страны в целом, говорят специалисты. По данным краевого мониторинга, в Тени сегодня работают около 600 тысяч человек. Поэтому с прошлого года, после глубокого анализа экономического состояния страны, правительство дало поручение бороться с неформальной занятостью. Сегодня все объединились для того, чтобы максимально повысить эффективность работы муниципальных образований по наполнению консолидированного бюджета. Без этого мы в сегодняшних реалиях экономики просто не сможем выжить. На совещании межведомственной комиссии обсудили, как находить и влиять на недопропорядочных предпринимателей. Уже зафиксированы десятки случаев, когда бизнесмены отпускают санаторно-курортные услуги, не оформляя своих сотрудников. Сколько средств проходит мимо бюджетов, можно предположить. Сумма штрафов в отношении предпринимателей уже превысила 1 миллион рублей. Есть у нас статья 123 Налогового кодекса в части именно привлечения к налоговой ответственности налоговых агентов, не выполняющих свои функции. Соответственно, если сумма значительная, то вплоть до уголовной ответственности. Основная задача, по словам экспертов, не осуществить давление на бизнес, как принято считать, а организовать работу в правовом поле. Особое внимание будет уделено объектам санаторно-курортной сферы. Если у нас будет видно, что гостиница, которая имеет в своем наличии больше 40 номеров, и она выставляет свою услугу на букинг, и мы сегодня видим, как заполнен город практически на 100%. У нас отдыхающих колоссальное множество в этом году. Но при этом у нас хозяйствующие субъекты продолжают отчитываться нулями по налоговой, по пенсионному фонду. Такому выгодному для предпринимателей, но убыточному для муниципалитета положению дел пришел конец, уверены члены комиссии. На борьбу с неофициальными трудовыми отношениями и зарплатой сегодня выходят все ведомства. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Детские сады будут работать по федеральным стандартам образования. Как и школы, нюансы введения новых в ГОСОВ обсудили в Сочи на Всероссийском совещании. Совещание открылось в образовательном центре «Сириус». Сюда приезжают одаренные дети со всей страны. Как развить в каждом ребенке, заложенные в нем таланты, не первый год обсуждают представители дошкольного образования. Однако в этом году в систему детских садов будет внедрен федеральный госстандарт. Обучение по нему уже прошли 98% педагогов. Одно из нововведений – проектная деятельность у дошколят. Таким образом, говорят специалисты, детский сад подтянулся к школе. Но это не значит, что малышам теперь придется тяжелее. Хорошие воспитатели считают в Миноб науки и раньше предлагали детям что-нибудь смастерить или разработать. И оценки ставить дошколятам никто не собирается. Требовать от детей каких-то конкретных законченных результатов специалисты считают, что это будет не совсем правильно. Поэтому вот как раз вопросом результативности уровня дошкольного образования мы сейчас этот вопрос прорабатываем. Нам активно помогает Рособранадзор. В Краснодарском крае сегодня работает 1512 дошкольных образовательных учреждений. Там воспитываются более 270 тысяч юных кубанцев. Проекты по внедрению нового в ГОСА стартовали в регионе еще два года назад. Тогда были определены базовые пилотные организации. Они стали первопроходцами, потом поделились опытом с остальными коллегами. Сегодня все воспитатели в крае повысили квалификацию. Внедрение стандарта охватывает все без исключения образовательные организации дошкольного образования. В том числе и те так называемые частные детские сады, которые имеют лицензию на ведение образовательной деятельности. Которые занимаются реализацией образовательной программы, а не только присмотром и уходом за детьми. Кроме того, для педагогов и интересующихся родителей открыт цифровой информационно-методический ресурс «Медиа Вики», который постоянно обновляется. Кстати, с 1 сентября дети с особенностями развития смогут обучаться в обычных школах. Ранее дети с ограниченными возможностями здоровья проходили в основном индивидуальное обучение на дому. Теперь ребенок практически с любым диагнозом может посещать общеобразовательную школу. Родители смогут сами выбирать учебное заведение. Отказать им в приеме ребенка по закону теперь не имеют права. Задача педагогов – грамотно организовать инклюзивное образование детей с особенностями развития, в частности, страдающих аутизмом. Это такая очень… Сегодня в течение двух дней будет мощная образовательная площадка, где специалисты Сочи могут обменяться друг с другом своим опытом. Этот семинар, он как раз-таки очень хорошо ложится на то, чтобы педагоги чувствовали себя более уверенно в том классе, где будет учиться ребенок с инвалидностью. В конференции приняли участие педагоги, педиатры и врачи психоневрологического диспансера Сочи. Были приглашены и родители детей с ограниченными возможностями здоровья. Завтра в гимназии номер 8 пройдет интерактивный семинар «Инклюзивное образование для детей с аутизмом». Гимназия номер 8 – первая площадка, где 1 сентября в общеобразовательные классы пойдут дети с расстройством аутичного спектра. О доверии горожан к сочинской медицине говорил на встрече с врачами онкодиспансера глава города Анатолий Пахомов. Работающие там доктора возвращают людей к жизни и делают все возможное, чтобы пациентам ничего не напоминало о болезни. Чаще всего те, кто попадает в онкологический диспансер, опускают руки, а врачи настаивают с болезнью, надо бороться. И если она не совсем запущена, есть шанс ее победить. Вот на этом столе не так давно оперировали Любовь Барбашину. Теперь она улыбается. Хирург-онколог Дмитрий Киртбай подарил ей вторую жизнь. У меня была онкология, как бы, приговор, конечно, плакала, все, когда узнала, все. Потом пришла, тут, в отделе Дмитрия Валиковича, он такой у нас очень позитивный доктор. Он как-то сразу сказал, не переживайте, все будет хорошо, и грудь будет, все будет так, как было, только все почистим, все излечем, в общем, вылечим. И как-то я ему поверила. Поверила и не ошиблась. А рак молочной железы по распространению на втором месте в Сочи, но медицина не стоит на месте. Когда мы можем предложить нашим пациентам, особенно молодым пациентам, когда речь идет о красоте, когда речь идет о качестве жизни, то сегодня мы можем предложить много различных вариантов. Для каждого пациента мы подбираем оптимальный. Это одномоментно провести и радикальную операцию, и при этом за одно вмешательство хирургическое восстановить эстетическое состояние молочной железы. Это касается иного образования на гортане, их удаляют и устанавливают голосовой протез. Глава города, посетивший онкогиспансер, остался доволен оснащением больницы. Здесь новейшее медицинское оборудование. Ему показали кабинет планирования лучевой терапии и блок гамма-аппаратов. А при общении с больными Анатолий Пахомов встретил Елена Ивановна Питкевич, которая активно работает в городе с инвалидами. Здравствуйте. Вы тоже приговорились? Здравствуйте. Я помню, что у меня не понравилось. Ну вы что? То, что я вижу сам в здравоохранении Сочи сейчас, это есть в лучших клиниках мира. Не более того. Вот это оборудование. Разрешите мне сказать? Даю условия проживания. Замечательные здесь медсестры, замечательные врачи. А уже на встрече с медперсоналом глава города просит чаще рассказывать сочинцам о возможностях онкодиспансера, где трудятся врачи, которых удается буквально переманивать из других клиник России. 173 медицинских работников, 7 докторов, кандидаты медицинских наук. 70% врачей имеют высшую первую категорию. 15 человек сейчас являются аспирантами, которые готовят свои кандидатские диссертации. То есть коллектив молодой, ну это сочетание и молодости, и опыта. И как бы друг за дружкой они тянутся. И я думаю, что перспектива у нашего учреждения очень даже неплохая. А город в свою очередь готов предоставлять жилье. И на сегодня врачам выдано 165 ключей от квартир. Все для того, чтобы они спасали жизни сочинцев. В первую очередь это уже в следующем году в Лазаревском районе 50 квартир. Мы будем иметь для бюджетников. Ну и вот на Вишневой достроим дом, где будет 120 квартир тоже для бюджетников. Конечно, мы должны создавать приоритет для того, чтобы именно нас выбирали лучшие врачи нашей страны. То, что в Сочи есть онкодиспансеры, это уже большой плюс. Во многих городах таких больниц нет. А теперь еще и с обновленным оборудованием и профессиональным коллективом. На учете сейчас стоит 16 тысяч человек. Ежедневно поликлиника диспансера принимают до 200 больных. И вновь врачи напоминают об активном солнце, от которого лучше прятаться, поскольку на первом месте в Сочи по онкозаболеваниям рак кожи. Причинами других болезней чаще становятся неправильное питание, экология и стрессы. Елена Всецына, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ. Маленькому сочинцу срочно требуется помощь. Полуторагодовалый Санасар Меликян страдает тяжелым наследственным заболеванием. У него мукополисахаридоз. В связи с тяжелым состоянием ребенка, ему необходимо еженедельное введение ферментозамещающего препарата. Главное, что это лечение должно быть непрерывным. Стоимость лекарства на весь курс – 4 миллиона 160 тысяч рублей. В перспективе у малыша пересадка костного мозга. Но сейчас необходима именно такая терапия. Родители Санасара просят всех, кто может помочь, не остаться равнодушными. Реквизиты счета на имя отца мальчика вы видите на экране. Также они есть на нашем сайте fkt.com и в редакции новостей. Единороссы обсудили проблемы с ливневками. Разъяснил положение дел в центральном районе представитель водостока. В микрорайоне Гагаринский специалистами МУП «Водосток» принято на баланс больше 9 километров ливневой канализации. При обследовании участка было выявлено много незаконных врезок, по которым хозбутовые отходы попадают в реку Сочи, а впоследствии в море. На данный момент прочищено 660 метров ливневой канализации. До конца сентября планируется обследовать и привести в порядок еще около 700 метров. Особое внимание будет уделяться проблемным участкам, к примеру, на улице Гагарина. Улица Гагарина в районе дома номер 47А. Там идет большой коллектор под детским садиком, который уже зарос деревьями, забит строительным мусором, люди бы нам высыпали туда. Соответственно, сейчас мы формируем, обследовали его, формируем расчеты, ну и будем за счет собственных средств водостока восстанавливать данную сеть. Это сеть, которая у нас выходит как раз в реку Сочин. Работа по прочистке ливневой канализации продолжится. Мэр города потребовал при обнаружении забитых ливневок без промедления сообщать главе районной администрации. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго и до свидания.